Икарусы двухсотой серии многие считают лучшими автобусами на свете, но в истории канувшего в лету завода Икарус были и машины, подпортившие репутацию завода и чуть было не поставившие Икарус на грань выживания. В то время, когда на заводе Икарус началось массовое производство автобусов 620 и 630 на рамных шасси, несколько европейских компаний уже перешли на изготовление больших автобусов с несущим основанием кузова. Конструкторы предприятия, видя, что подобные автобусы все больше и больше завоевывают признание, стали работать над своей машиной подобной конструкции, которая могла бы существенно расширить рынки сбыта венгерских машин. Основной целью проектирования новой линейки моделей стал сочлененный автобус Икарус 180, способный перевезти за один раз 180 пассажиров. Он и стал основой для всего перспективного семейства. В ту пору сочлененные модели только-только входили в моду, а их производством располагали далеко не все страны. Этим обстоятельством и намеревались воспользоваться в Венгрии, тем самым надеясь расширить географию поставок своих машин. Помимо гармошки, в соответствии с принципом унификации, на той же платформе создавался одиночный городской автобус Икарус 556 и автобус дальнего следования Икарус 557. В основу Икарус 180 была положена конструкция сочлененного автобуса Хеншель, образец которого был приобретен и, кто бы мог подумать, полностью разобран для изучения в экспериментальном цехе завода. От этого автобуса венгры подчеркнули основные принципы проектирования сочлененных автобусов. Новое семейство автобусов Икарус включало в себя несколько инновационных решений. Во-первых, это то самое штампованное несущее основание кузова, которое ранее на Икарусах никогда не использовалось. Для того, чтобы снизить массу машины, поперечные замкнутые сварные балки основания кузова первоначально хотели использовать еще и в качестве ресиверов для хранения тормозного воздуха. Но из-за трудностей внедрения технологий герметичной сварки балок это решение в массовом производстве пришлось отложить. Во-вторых, горизонтальный дизельный двигатель располагался на всех трех моделях посередине кузова под полом. Данная конфигурация обеспечивала более равномерное распределение массы автобуса по осям как у порожней, так и у заполненной машины. Кроме того, это позволяло высвободить всю длину салона автобуса для пассажиров, не обустраивая никаких капотов над двигателем. Но такая компоновка означала невозможность снижения уровня пола салона в городских версиях, кроме как в задней части автобуса. А у 557 осложняло обустройство багажного отделения под полом кузова. У водителей возникали сложности с обслуживанием и ремонтом горизонтального двигателя, так как основной доступ к нему открывался только снизу. Поэтому в дороге даже мелкий ремонт превращался в целую проблему. Особенно на междугородном Икарусе 557, который мог сломаться далеко от населенных пунктов. В-третьих, автобусы нового семейства оснащались дублирующей системой привода сцепления, облегчающей труд водителя. При ускорении или замедлении автобуса управлять сцеплением можно было с помощью кнопки на панели приборов, которая включала пневматический механизм его выключения. Но в 1968 году от этой системы отказались из-за частых сбоев, и завод разработал традиционную механическую муфту сцепления. И, наконец, для повышения уровня комфорта пассажиров к листовым рессорам новых автобусов добавились узлы пневматической подвески. По сравнению с предшественниками, машины имели прямоугольные очертания кузова, что послужило более рациональному использованию внутренней площади автобуса. Городские версии были оснащены входными дверями, ширина которых значительно увеличилась по сравнению с предшественниками. Особенно дверь в заднем свесе кузова, ширина которой теперь составляла 1600 мм. В результате у одиночного городского автобуса Икарус 556 все три двери кузова получались разными по ширине. Передняя дверь оказалась двухстворчатой, средняя трехстворчатой, а задняя четырех. Первый прототип сочлененного автобуса Икарус 180 был представлен публике на выставке в Будапеште в 1961 году. А первый сольный автобус Икарус 556 построили только в 1963. Первый 180 и 556 были оснащены двигателем Лайланд и коробкой передач Уилсон. Но импортный двигатель и коробка передач из-за своей стоимости не вызвали интереса со стороны потенциальных заказчиков. И случился провал. Импортные горизонтальные моторы были дорогими, а предлагаемая горизонтальная версия дизеля Чепель D614, который был создан в 1949 году по лицензии Штайр к этому времени уже никого не устраивало. Основную ставку завод Икарус делал на недавно разработанный венгерский горизонтальный дизель Чепель D619, но он оказался сырым и с очень низкой надежностью и недостаточной мощностью. Изготовленные с этим мотором первые серийные автобусы даже пришлось отзывать из эксплуатации, так как они больше простаивали, чем перевозили пассажиров. Это окончательно подорвало репутацию новых машин. Небольшие партии, шедшие в это время на экспорт, комплектовались дорогим двигателем MAN. Получалось, что новое семейство автобусов как бы есть, но спроса на него нет. Поэтому запланированного перехода на производство новых моделей у завода Икарус не получилось, и он был вынужден продолжать упускать старые рамные автобусы и искать подходящий мотор для новых моделей. Осенью 1966 года, после длительных и сложных переговоров, Венгрия приобрела лицензию на ассортимент двигателей западногерманского завода MAN. В 1968 году на венгерском вагоностроительном заводе Raba пошли в производство 192-сильные двигатели Raba MAN, что наконец-то позволило решить проблему с выпуском автобусов нового семейства, разработанных 7 лет тому назад. Затянувшийся поиск привел к ощутимому удару по имиджу завода Икарус и безвозвратным финансовым потерям, особенно на внешних рынках. Однако новые надежные двигатели позволили довольно быстро восстановить репутацию и нарастить выпуск автобусов Икарус. Если за пять лет с 1963 по 1968 изготовили всего 120 городских автобусов Икарус 556 с различными моторами, в том числе и с неудачным Чепель D619, то после начала выпуска двигателей Raba MAN только в одном 1969 году тираж Икарусов 556 составил уже 365 единиц. Автобусы с новыми двигателями успешно удовлетворяли потребности венгерской столицы. Их эксплуатация прекратилась только после поставки большого количества автобусов Икарус 260 в конце 70-х годов. Крупнейшим заказчиком Икаруса 180 выступил Советский Союз, куда было отправлено 5009 машин. Вторым по величине заказчиком Икаруса 180 стала Восточная Германия, закупившая 1140 сочлененных автобусов. В том числе в ГДР поставляли двухдверную пригородную версию. Кроме того, 180-й поставляли в Румынию, Болгарию и Египет. Относительно небольшое количество этих машин отправилось в Ирак, Тунис, Польшу и Монголию. Для 556-го основным экспортным рынком также стал Советский Союз. Немало автобусов Икарус 556 отправилось в Польшу, ГДР, Ирак и Египет. Некоторое количество машин было отправлено в Тунис и Румынию. Всего в Советский Союз поступил 3791 автобус Икарус 556, то есть больше половины от всех выпущенных. Фактически в нашей стране оказалось в 10 раз с лишним больше автобусов этой модели, чем в родной для них в Венгрии. А вот Икарус 557 оказался совсем неудачным из-за расположения двигателя под полом. Поэтому было изготовлено всего 38 автобусов этой модели. Единая большая партия из которых из 35 единиц выпуска второй половины 1963 года была оснащена неудачными двигателями Чеппель Д-619. Но всё-таки по множеству технических решений новое семейство оказалось переходным между старыми рамными автобусами Икарус 60 и 620 и новым модельным рядом, став основой для двух соток. Исправив все ошибки и учтя все недостатки предшественника, Икарус из серии 200 на многие годы стали эталоном автобуса не только в Венгрии, но и широко за её пределами. Субтитры создавал DimaTorzok